Часто случается, что именно с мелочи начинаются самые важные вещи в мире, утверждал Харуки Мураками. С философом трудно поспорить, а мы, собственно, и не собираемся. Листаем страницы тележурнала «Мелочи жизни» и говорим о важных и полезных мелочах. ТОП-7 или «Великолепная семерка» косметологических процедур, которые показаны осенью. Улучшаем здоровье и внешний вид вместе с косметологами Центра красоты и здоровья «Романтика». Открывает программу рубрика «Для души и тела». Быть красивым – естественное желание любого человека в любое время года. Сегодня современные косметологические методики, которые используются для проведения коррекции контуров тела, эпиляции, омоложения кожи, становятся все более востребованы пациентами. В распоряжении врачей Центра красоты и здоровья «Романтика» имеется множество эффективных препаратов и аппаратных процедур, помогающих вернуть молодость и красоту. К примеру, вот этот аппарат эффективно воздействует на область дермы и подкожно-жировой слой. Процедура термолифтинга – это метод прогрева кожи до температуры 42-43 градуса, что стимулирует обменные процессы в коже, выработку своего нового коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Если брать, например, жировую ткань, то там стимулируются процессы липолиза, обменные процессы улучшаются, улучшается кровоснабжение и лимфоотток. Процедура термолифтинга эффективно решает такие проблемы, как дряблость кожи. Специалисты отмечают отличные результаты по сокращению морщин. Также она незаменима в борьбе с слюлитом и локальными жировыми отложениями. Данная процедура очень комфортна. Можно сказать, что это процедура обеденного перерыва, и у неё нет сезонности. То есть её можно проводить в любое время года. Ещё одна поистине революционная процедура – фракционная лазерная шлифовка кожи. Она эффективно устраняет возрастные изменения, борется с морщинами, дряблостью кожи и нежелательной пигментацией. Для этого у нас существует аппарат фирмы Дека, СО2-лазер. Процедуры на нём дают просто великолепный результат. Эта процедура отличается от традиционной лазерной шлифовки, при которой происходит тотальное сжигание кожи, а время реабилитации растягивается на долгие месяцы. Фракционный лазер воздействует на кожу иначе. Лазер у нас сейчас в рабочем состоянии. Работает тот у нас в двух режимах. То есть помимо фракционного омоложения, в определённый, если режим его вывести, то мы можем проводить и процедуру удаления новообразования. То есть тут всё зависит от того, какие параметры выбраны доктором и какая процедура у нас предстоит. Сейчас мы переводим в режим фракционного омоложения. Всё очень умно придумано конструкторами. В зависимости от состояния кожи сдаются параметры, глубина обработки, прогрев. Сейчас у нас аппарат в режиме готовности. Во время лазерной обработки происходит перфорация кожи по типу сеточки. Между повреждёнными участками остаётся здоровая кожа. Благодаря ей и происходит регенерация. Микроповреждения стимулируют выработку нового коллагена. Омолаживающий эффект заметен уже после первой процедуры. Кожа лица подтягивается, морщинки разглаживаются. Данная процедура используется также для шлифовки рубцов, в том числе и постактные. И очень хорошо обрабатываются и растяжки, которые являются одной из основных проблем наших девушек. Несут основной косметический дефект на теле. Очень удачные процедуры именно для обработки данных проблем. А это аппараты американской фирмы «Кандела», которые позволяют за несколько процедур избавиться от нежелательных волос. Речь идёт о лазерной эпиляции. Оснащение нашего центра позволяет проводить безопасную лазерную эпиляцию в любое время года. Для пациентов со светлой кожей и тёмными волосами специалисты используют александритовый лазер. Импульс воздействует на меланин. Волос сжигается, фолликул разрушается. Для полного курса процедур необходимо провести от 5 до 9 процедур с перерывом в месяц-полтора. Лазерная эпиляция на александритовом лазере – это чистая эпиляция. То есть сразу после процедуры пациенты уходят с чистой гладкой кожей. Для пациентов со смуглой и загорелой кожей подходит только неодимовый лазер. Лазерный луч избирательно воздействует на сосуды, которые питают фолликул волоса. Питание волоса нарушается и волос через несколько дней выпадает. Данная процедура абсолютно безопасна для тёмнокожих пациентов и является процедурой выбора для них. Противопоказанием для проведения процедуры лазерной эпиляции является беременность, кормление грудью, тяжёлые формы сахарного диабета, аллергическая реакция на солнце. И если мы проводим процедуру на александритовом лазере, то это свежий загар, загар которому меньше двух недель. Также после процедуры две недели не рекомендуется загорать. Неодимовый лазер также позволяет проводить процедуру фотоомоложения кожи. Лазерный импульс прогревает кожу и стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Курс омоложения состоит из трёх-пяти процедур с интервалом в 3-4 недели. Как результат, кожа становится более упругой и эластичной. Поры сужаются, мелкие и средние морщины разглаживаются. Всё тот же неодимовый лазер незаменим при устранении сосудов и так называемых сосудистых звёздочек. Сейчас мы будем проводить процедуру удаления сосудов с помощью неодимового лазера американской фирмы Кандела. Это неодимовый лазер с длиной волны 1064 нанометра. И он селективно воздействует на гемоглобин, содержащийся в сосуде. Гемоглобин нагревается и стенки сосуда запаиваются. Эффект от процедуры виден сразу же, но иногда необходим повтор. И количество процедур колеблется от 1 до 5 с перерывом в месяц-полтора. Данная процедура эффективна для удаления телеангиэктазии. Это сосудистых звездочек и сеточек. Для удаления так называемых родинок красных. То есть это такие невусы капиллярные. Также мы эффективно боремся с варикозно расширенными венами на ногах с диаметром не более 3 мм. Ещё одно революционное направление в косметологии – биоревитализация. Все мы с возрастом замечаем, что кожа наша становится более сухой, на ней появляются морщины, она теряет эластичность. Всё это связано с тем, что на самом деле наша кожа теряет свою важную составляющую, такую как гиалуроновая кислота. Процесс запускается уже с 26 лет. Поэтому в косметологии разработан такой метод, как биоревитализация. То есть это введение препаратов гиалуроновой кислоты, её гелий, путём множественных инъекций прямо внутрикожно. Результат данной процедуры первоначальный – это то, что гиалуроновая кислота притягивает на себя воду, морщинки разглаживаются. Помимо увлажнения, препараты гиалуроновой кислоты стимулируют выработку молодого коллагена. А потому после курса процедур кожа становится эластичной, упругой, морщины исчезают, подтягивается овал лица. Использование препаратов на основе гиалуроновой кислоты позволяет бороться и с такими возрастными проблемами, как изменение архитектоники лица. То есть теряют у нас объём скулы, теряют объём губы, появляются так называемые морщины-марионетки, либо морщины скорби, появляются носогубные складки. Все эти проблемы решаются с помощью инъекционной процедуры, которая носит название «контурная пластика». Метод заключается в введении препарата под морщину, в результате чего она физически расправляется. Использование препаратов на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты абсолютно безвредно. Вводятся они подкожно, вводятся они, если это идёт речь о скулах, вводятся они переостально, то есть ставятся на кость. Гиалуроновая кислота с течением времени, поскольку она является естественной составляющей кожи, со временем рассасывается. Периодичность повтора процедуры в зависимости от того, с какими складками мы работали и какой выбирали препарат, от 6 месяцев до 18. Это одна из тех процедур, эффект от которой наблюдается сразу, мгновенно. То есть по окончании процедуры пациент отчётливо веет изменения, которые произошли с его лицом. Никакого периода реабилитации, ничего здесь не требуется. Ещё одна популярная и высокоэффективная процедура в современной косметологии – введение инъекций ботокса и диспорта. Она направлена на коррекцию мимических морщин. Мы вводим препарат, конкретно размечаем желаемую зону в определённых точках. И происходит блокада передачи нервного импульса от нервного волокна к мышечному. Мышцы расслабляются на период от 4 до 8 месяцев. Там уже дали по результатам. Процедуру можно повторять. Для кого-то является эта периодичность большей. То есть когда уже активно начинают работать мышцы, пациент приходит к нам снова, мы повторяем процедуру во избежание формирования вот этих мимических морщин. Процедура очень быстрая. Препарат не несёт никакого вреда здоровью человека, при условии, что он вводится грамотным специалистом в хорошие клиники, в хороших косметологических центрах. А в этом кабинете мастер готовит пациента к процедуре нанесения перманентного макияжа или татуажа. С помощью перманентного макияжа можно скорректировать форму и цвет губ, бровей, век, придать чёткость линиям, исправить неровный или размытый контур. По желанию клиента можно сделать родинку или веснушку, которая будет выглядеть естественно. Специалисты Центра косметологии используют современные качественные пигменты, которые не вызывают аллергических реакций и обеспечивают постоянный макияж в течение 3-5 лет. В нашем центре мы используем только самые современные, безопасные и эффективные технологии. Мы по праву гордимся этим. Уверена, что можем удовлетворить самый изыскательный вкус. Ждём вас в нашем центре. Центр красоты и здоровья романтика. Лучшее возможно. Вас ждут по адресу город Белгород, улица Попова, 100. Телефон для справок 26 16 02. Хорошие сапоги надо брать. Помните фразу из кинофильма «Служебный роман»? Так вот, она, как нельзя кстати, подходит к теме нашего следующего сюжета. Обувь от компании «Зенден» – прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество и стиль. Подробности в рубрике «Вещь». Производитель и розничная сеть «Зенден» насчитывает более 200 фирменных магазинов и предлагает широкий ассортимент обуви и аксессуаров для всех членов семьи. Более 5000 моделей обуви из кожи, замши и велюра не оставят равнодушными даже самых взыскательных покупателей. Наша обувь – это прекрасное соотношение цены и качества, потому что мы являемся производителями обуви. Опытные дизайнеры «Зенден» разрабатывают обувь не только под каждый сезон, но и на все случаи жизни. Ассортимент магазина «Зенден» – прекрасный выбор качественной фабричной обуви по выгодным ценам. «Зенден» не только продает, но и сам производит обувь. Поэтому в наших магазинах мы стремимся удерживать цены на уровне прошлых лет, устанавливая минимальную товарную наценку. В этом году наши цены практически не выросли по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рост курса валют. Объясняю почему. Наша обувная сеть постоянно растет, развивается. За последние 2-3 года в России мы открыли более 100 магазинов нашей сети. Естественно, выросло количество покупателей. Естественно, вырос спрос на нашу продукцию. Нам удалось увеличить производство, что позволило снизить цены на единицу обуви. Таким образом, открывая новый магазин, мы снижаем цены на обувь. При этом качество нашей обуви остается неизменно высоким. В магазинах «Зенден» вы всегда найдете широкий выбор обуви для всех членов семьи. Комфортная на каждый день, элегантная на выход, удобная для спорта и отдыха. Будем рады видеть вас в нашем магазине. Приходите и убедитесь сами. В «Зенден» всегда выгодно. Посетите фирменные магазины «Зенден» по адресам. Город Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 137Т. Мега-комплекс «Грин», первый этаж. Улица Попова, 36, универмаг Белгород, второй этаж. Улица Королёва, 2, торговый центр «Сокол». Также вас ждут в Старом Осколе по адресу микрорайон Альминского, 17, торговый центр «Баше». Продолжаем программу и меняем тему разговора. Мы вновь открываем приёмную психолога-практика. Гость студии Оксана Белоусова. Психолог-практик, эксперт в области счастливых отношений, любимая и любящая жена, мама троих детей. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Юлия. Оксана, почему в одних семьях дети рождаются легко, естественно, а другим это удаётся с трудом или вообще не удаётся? Всегда ли это связано со здоровьем пары? Вопрос очень актуальный, в наше время, по-моему, звучащий очень часто, в окружении и в средствах массовой информации. Действительно это есть. И, как вы правильно заметили, не всегда это связано со здоровьем, физическим здоровьем пары. Конечно, в первую же очередь, обычно, традиционно идут и проверяют состояние здоровья мужчины и женщины, их способность к рождению ребёнка. Я знаю, очень многие ко мне обращались в таком случае, когда у них были абсолютно хорошие диагнозы по всем показателям. Да, то есть врачи говорили, вы абсолютно здоровы, но вот почему-то вот так. И тогда эти люди начинают понимать, что не только в физическом здоровье кроется этот секрет. Действительно, одним достаточно подумать, замечтать, и вот оно чудо произошло. А у других уходит на это время, годы, приносит им какие-то столкновения, напряжения, страхи, разочарования, очень много боли за этим. Здесь действительно есть внутренняя подоплёка, потому что человек гораздо более многомерное существо, создание, нежели просто физическое тело. И об этом нужно вспоминать особенно в этот момент. К нам всё приходит по принципу нашей готовности. Всё, на что мы готовы, с нами уже произошло. Всё, чего мы пока ещё хотим, но оно не происходит, значит, на уровне души мы ещё не готовы к этому. То есть надо внутренне повзрослеть. Надо внутренне повзрослеть, выйти в состояние, это я, это моя жизнь, это мои мысли, чувства. Я создаю свою жизнь, я несу за себя ответственность, поэтому я готова взять ответственность и в семье, и за ребёнка. Ребёнок очень мощный катализатор. Он встряхивает внутри пары всё. Тот уровень гармонии, который был на момент зачатия, внутри мамы, внутри папы, внутри их пары и их отношения к их детству, к их жизни, всё это с рождением ребёнка буквально встряхивается. И мы видим, что некоторые пары не могут этот экзамен прожить и распадаются. Можно к этому просто подготовиться заранее. Вот если этих хвостиков не будет никаких, то и на уровне зачатия будет гармония у мамы, у папы и любовь и поддержка друг к другу, то с рождением ребёнка это преувеличивается. Они становятся ещё счастливее, ещё радостнее. Им всё проще, они решают эти бытовые какие-то временные жизненные ситуации достаточно сплочённо и хорошо. А вот такие ситуации, если есть первый ребёнок, пара хочет второго ребёнка, но не получается. Хотя со здоровьем, опять же, всё в порядке. Здесь ещё может подключаться фактор, каким образом был рождён первый ребёнок. Эти же это партнёрские отношения внутри этой семьи. Если это первый муж, а это второй, нет ли сюда обиды, до сих пор претензий и здесь. Либо иногда у мамы бывает подсознательное чувство вины, а вдруг я этого ребёнка буду любить больше, а этому не смогу додать, а тогда лучше я всё этому направлю. Или же бывает момент собственных трудных родов, тяжёлой беременности, осложнений каких-то, страхов, переживаний. И тогда у мамы женщина хочет, она очень хочет. Ну вот если бы он хоп, и материализовался рядом. Вот было бы великолепно. Подрощенный. И желательно, да, вот уже такой... Чтобы ходил бы хотел. И ходил, и песни пел, да, и уже пятёрки со школы приносил. Ну это же не бывает такое. Вот. И тогда она вроде бы хочет, но тогда нужно работать с её опытом. То есть закрывать вот этот опыт, его обновлять, пересматривать, перезаписывать матрицу её родов. И если же у мужа достаточно энергии, внимания, мудрости, мужской мудрости, будущей отеческой, и он окружает свою любимую и будущего ребёнка вниманием, заботой, пониманием, женщине не нужно ничего создавать. Ей не нужно проходить тяжкие роды, чтобы потом эту медаль носить всю жизнь. А зачем она будет себя наказывать и кого-то? Так что это тоже будет открывать двери. И по традиции несколько шагов, советов, как действовать тем, кто захотел иметь ребёнка, паре. Ну, помнить о том, что в этот путь желательно отправляться налегке, то есть отпустив груз прошлых обид, претензий к своим родителям, к партнёрам, которые были, возможно, уже, пересмотрев второй пункт, что такое роды, что такое беременность, что такое дети, чтобы все эти образы и ожидания были со знаком плюс. Что это естественно, это гармонично, это хорошо, рядом будут специалисты помощь, любовь, забота и так далее. Ну и психологически зрелыми. То есть найти инструменты, их сейчас море самых разных, как помочь себе психологически стать зрелым, быть счастливым родителем и подарить счастливое детство своему ребёнку. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо большое, Юля. Если и вы оказались в непростой жизненной ситуации и хотите задать вопрос психологу-практику, звоните к нам в редакцию по телефону в Белгороде 584-404. И уже в ближайших выпусках программы мы вместе с Оксаной Белоусовой попытаемся найти на него ответ. По традиции завершают программу самая вкусная рубрика тележурнала. Кушать подано, говорит шеф-повар Евгений Шамрай и делится секретом приготовления щей из кролика в горшочке под слоёным тестом. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы приготовим щей из кролика со свежим щавелем в горшочке под слоёным тестом. Для этого блюда нам понадобится свежий щавель, яйцо куриное, морковь, картофель, лук репчатый, сметана, лавровый лист, масса подсолнечная, соль, томатная паста, перец, зелень и слоёное тесто. И, конечно же, ножка кролика. Начнём приготовление. Нарезаем картофель брусочком. И погружаем в кастрюлю с бульоном. Приготовим бассеровку. Нарезаем морковь тонкими пластинками. Затем соломкой. Таким же образом нарезаем и лук. Овощи выкладываем на сковородочку. Нариваем подсолнечное масло. И ставим на медленный огонь. В наш бульон добавляем лавровый лист. Солим по вкусу. Пассеровку тоже слегка подсаливаем. И перчим наш бульон. Лук с морковью мы пассеруем до состояния мягкого, но без изменения цвета. Затем добавляем томатную пасту. Если мы томатную пасту добавим в начале, то наши овощи останутся жёсткими. Итак, кролик наш готов. Мы его пока достанем с бульона. По истечению двух-трёх минут, после того, как мы добавили томатную пасту, мы добавляем слегка бульон. Затем накрываем крышкой и даём протомиться 2-3 минуты. Нарезаем щавель соломкой. Итак, кролик наш остыл. Мясо можно слегка измельчить. Щавель. Вслед за щавелем погружаем по сиропу. Мякоть кролика. Итак, наши щи практически готовы. Остался самый ответственный момент. Это переложить щи в горшочек глиняный и накрыть тестом. И поставить в духовку. Яйцо режем на две части и кладём в горшочек. Зелень измельчаем и добавляем щи. Слоёное тесто слегка раскатываем и накрываем сверху. Края слегка придавливаем. Нам осталось смазать яйцом тесто и поставить в предварительно разогретую духовку до температуры 170 градусов. Как только появится румяная корочка, значит, наше блюдо готово. Наше блюдо готово. Подаём мы его зеленью и сметаной. И самый приятный момент это вскрытие нашей импровизированной крышечки, которую можно использовать, как и хлеб. В осеннюю пору не хватает тепла и наше блюдо наверняка согреет семейный очаг в вашем доме. Вот и всё на сегодня. Съёмочная группа тележурнала «Мелочи жизни» прощается с вами ненадолго. Если вы хотите стать героем нашей программы, рассказать о своём товаре или услуге, звоните к нам в редакцию по телефону 584-404. Мы открыты для сотрудничества. И я напоминаю, все выпуски программы «Мелочи жизни» вы можете найти на сайте канала www.mirbelogoria.ru Удачи и процветания вам! До встречи на телеканале «Мир Белогория». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова